Подготовку к старту главного мероприятия года ведут и объекты питания. Во время спортивных игр Дети Азии будет задействован 36 столовых и кафе. 34 из них определены основными точками питания. Как идет подготовка в нескольких из них, расскажет Вероника Таюрская. На предстоящих играх Дети Азии будут выступать более 30 стран, у каждой из которых своя религия и национальные продукты. Так, в меню, представленное на играх, будут входить блюда европейской, средиземноморской, русской, якутской, азиатской кухонь, а также халяль. Меню утверждено Оргкомитетом международных спортивных игр Дети Азии. Рассчитано в соответствии на одного спортсмена полагается 6000 килокалорий в день. В связи с тем, что очень много будет стран из восточных стран, будет халяльное меню. Это будет комплексное меню через раздачу. Но, скорее всего, где столовой КФН, будет с алиментами шведского стола. Питание предусмотрено трехразовое – завтрак, обед и ужин. Объекты питания, подготовленные к играм Дети Азии, будут обеспечивать питанием не только спортивной делегации, но и волонтеров, судей, вспомогателям персонал. В столовых студгородка будут питаться участники игр, в числе которых сборные Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Все объекты питания задействованы в основном возле спортивных учреждений, для того, чтобы инфраструктурно участникам было легко и быстро добираться до объектов питания. Помимо организованного питания, комиссии ведется работа по неорганизованному питанию. Это наши общепиты, определяется перечень рекомендованных объектов к посещению участников спортивных игр Дети Азии. Помимо этого ведется работа по комиссии по работе субъектами малого и среднего предпринимательства, совместно с дирекцией, совместно с окружной администрацией города Якутска. Как отметила Екатерина Окаракова, директор одной из компаний-оператора, за счет большого количества гостей будет дополнительное привлечение штата, в том числе и студентов. Всего у нас будет задействовано на Играх Дети Азии порядка 150 человек. Все наши работники прошли медосмотр, вакцинацию, подготовка идет полным ходом. Кроме этого они прошли уже обучение, повысили разряды свои повара, официанты повысили разряды, поэтому у нас подготовка идет полным ходом. В столовой Кфе не пусто, но менее чем через два месяца ее заполняют более 500 спортсменов из разных стран мира, которые приедут на восьмые международные игры Дети Азии. Сейчас в столовой идут последние подготовительные работы. Вероника Таирска, Станислав Потапов, Якутск.